Областные парламентарии одобрили и приняли областной бюджет на 2017 год и последующую двухлетку. Бюджетная дистанция не была легкой прогулкой. До последнего момента депутаты всех фракций вели консультации с профильными министерствами и ведомствами, в ходе которых обменивались мнениями и высказывали критические замечания по расходной части бюджета. Депутаты настаивали на том, чтобы их рекомендации по расходным статьям были максимально учтены. Результатом этой работы стало заключение соглашений между правительством Ульяновской области и фракциями Единой России ЛДПР. Соглашения направлены на исполнение наказов избирателей, выполнение принятых социальных обязательств и стимулирование новых точек роста экономики. Все дополнительные средства, которые получат бюджет, будут направлены на приоритетные направления наказов избирателей. Это и строительство ФОКа в Индии. Вот я сам там бывал, и с людьми мы говорили, нельзя, чтобы он зарастал бульяном. Половина работы сделана, и бросить на полпути такое важнейшее сооружение, это просто непростительно. Это, конечно, очистные сооружения в Барыше. Это, конечно, парк прибрежный у нас за Волжье. Целый город разрастается, и людям крайне нужен парк. Конечно, мы это будем делать. Ну и целый ряд других положений, даже дети-сирот, переселение из аварийного жилья. Это очень важное положение, которое мы будем исполнять. Для депутатов было именно принципиально, чтобы просматривалось финансирование по тем вопросам. То есть позиция некоторых министров о том, что, знаете, если появятся средства, то мы обязательно это учтем, нас не устроило. Именно поэтому появилось соглашение, где четко указано, когда и в какие сроки будет финансирование на те или иные программы. Формат цемодействия администрации губернатора и правительства региона с депутатами законодательного собрания будет расширен. Мы усилим это направление принятием нового закона Ульяновской области, который в рабочем названии звучит как проект закона о наказах избирателей Ульяновской области. В ближайшее время такой законопроект будет обсужден и рассмотрен на фракции «Единая Россия», а потом уже, надеюсь, и на законодательном собрании. С такого делового посыла депутаты приступили к рассмотрению расходной статьи бюджета. Традиционно приоритеты в бюджетных расходах отданы программам экономического развития, социальной сферы, инфраструктуры, демографии, строительства жилья. Главный тренд экономического роста – формирование инновационной модели развития, основанной на новых технологических знаниях. Пошаговые действия власти в этом направлении прописаны в стратегии развития Ульяновской области до 2030 года. Новые стандарты задают новые мировые компании, работающие в регионе – ДМГ «Морин», «Немок», «Шеффлер», «Бриджстоун». В бюджетной политике необходимо использовать инновационный потенциал региона. Это важнейшее направление работы с налогооблагаемой базой. Объем инвестиций в текущем году составит более 90 миллиардов рублей. В перспективе до 2018 года планируется привлечь в регион до 110 миллиардов. Резиденты намерены продолжить работу, а значит, в 2017 году в регионе откроются новые предприятия и новые рабочие места. В бюджете сохранен разумный баланс между тратой на социальную сферу и развитием экономики. Просматривается акцент на развитии реальных сфер экономики. Вы помните, по прошлому году, когда давали льготы инвесторам, на 533 миллиарда дали льготы, мы получили от них налогов более миллиарда. То есть на один вложенный рубль мы получаем 2 рубля. Ну и, как говорят экономисты, постоянные траты на социальную сферу без развития экономики – это просто путь у никуда. Социальная сфера – тяжеловец бюджетного финансирования. На нее заложено свыше 30 миллиардов рублей. В главном финансовом документе региона отражены стратегические задачи поддержки образования и здравоохранения. Средства на выплату заработной платы медикам, педагогам и работникам культуры заложены в бюджете в полном объеме. Хочу подтвердить изначально наш посыл о том, что бюджет на самом деле носит ярко выраженную социальную направленность. Отрадно, это было отмечено на всех заседаниях комитета, то, что бюджет развития, потому что многие программные мероприятия, на которых настаивала фракция и наш профильный комитет в течение текущего года и поддерживал, принимая государственные программы и внося в них изменения, сегодня обеспечены реальными финансами. Это тем более важно в нынешних условиях, это говорит о том, что правительство имеет волю на развитие отраслей и материально-техническое развитие. Мы отметили, что заложены серьезные финансы в отрасли культуры, на улучшение объектов культуры, а это для нас сегодня приоритетная задача, она в течение этого года неоднократно озвучивалась, в том числе в избирательной кампании. Мы сегодня имеем серьезные намерения, поддержанные финансом и в развитии спортивной базы, хотя на комитете было отмечено, что в ближайшее время после завершения конкурсных каких-то процедур в Москве по участию у нас в федеральной программе строительства спортивных объектов, мы к этому вопросу еще вернемся и посмотрим на активность муниципалитетов и профильного министерства. А также мы отметили то, что те программы, которые в свое время вызывали вопросы, такие как полное обеспечение летней занятости финансовыми средствами, такие как добавление необходимых финансов для улучшения лекарственного обеспечения, и здесь регион реально проявляет волю в решении этого вопроса, но мы уже объективно понимаем, что без поддержки федеральных структур мы этот вопрос в полном объеме решить не в состоянии, но свою часть дороги мы проходим, и плюс 60 миллионов это очень серьезное мероприятие. То есть мы говорим о том, что это бюджет не только социальный, но и бюджет развития социальной сферы. А вот то, что касается конкретных наказов избирателей, здесь у депутатов от «Единой России» возникла масса вопросов, причем этих вопросов было настолько много, что мы вынуждены были в перерывах между первым и вторым чтением проводить отдельную встречу правительства фракции «Единой России» под председательством губернатора, где высказывали принципиальную озабоченность по целому спектру, которые в бюджете были не сняты. Ну, например, в бюджете не просматривалось обеспечение безопасности в образовательных учреждениях. Позиции губернатора и фракции «Единой России» состоят в том, что безопасность должна быть точно обеспечена и точно не за счет родителей. То есть деньги на охрану школ и детских садов, как это часто бывает, у нас должны прекратить собирать. Мы говорили о том, что если у нас развивается физическая культура и спорт, то в первую очередь это должно развиваться согласно целевым показателям, и должны у нас выращиваться именно наши спортсмены, мальчишки и девчонки, которые растут на территории Ульяновской области. Именно они должны становиться знаменитыми спортсменами. Для этого мы должны проработать целую комплексную программу, и министерство на это указывалось. Депутаты поддержали формирование бюджета на основе народных инициатив. Важно, чтобы люди активно включились в реализацию проектов, которые в рамках бюджета утверждены. Мы продолжаем ряд проектов, те, которые запланированы на следующий год. И хочется искренне поблагодарить, что есть проект народных инициатив, который эффективно реализуется на территории нашего муниципального образования. Я думаю, что как и в ряде других районов. В областном бюджете увеличены расходы на поддержку агропромышленного комплекса. Всего же на сельское хозяйство области будет направлено не менее полутора миллиардов рублей из бюджета всех уровней. Отдельную поддержку окажут производители молока. Самообеспеченность по молоку в регионе примерно 75%. Поэтому молокозаводы вынуждены перерабатывать молоко из-за пределов региона. Для того, чтобы обеспечить наше предприятие местным молоком, необходимо построить до 2020 года не менее 15 новых товарных ферм. От тысячи до полутора тысяч голов каждая. Поэтому все проекты в этом направлении будут поддерживаться. Предложенные меры должны помочь обеспечить регион и качественным продовольствием. Эта сфера должна стать самодостаточной. В целом депутаты и аграрии довольны расходной частью бюджета на 2017 год. Она практически на 15% выше, чем текущий, 2016 год. И по ряду основных таких направлений, которые очень чувствительны для аграрии. Допустим, поектарная поддержка государственная вырастет на 14%. На 11% вырастет государственная поддержка при реализации килограмма молока. Поддержка по потребкооперации, по сельскохозяйственной кооперации, по садоводческим кооперативам и организациям. Хороший рост наблюдается по программе поддержки и развития сельских территорий. А это и газ, и вода, и фапы, и дороги. В этой программе особенно заметна поддержка в два раза практически по сравнению с 2016 годом по ремонту сельских клубов и домов культуры. На полтора миллиона будет увеличено финансирование племенного, развитие племенного животноводства. И будет выделено порядка 10 миллионов, значит, на такой больной вопрос для Сенгелеевского района, как ремонт водопровода Бутырской стороны самого города Сенгелея. В бюджете не осталась незамеченной приоритетность таких направлений, как строительство жилья, повышение качества контроля над содержанием территорий дорог и одно из важнейших направлений бюджетной политики – губернаторская ипотека. На особом контроле и развитии другого значимого проекта обеспечения жильем молодых семей. С учетом перспективы получения федеральных субвенций, его финансирование возрастет почти в два раза. Благодаря этой мере многие семьи смогут решить свои жилищные проблемы. Те статьи, которые затрагивают человеческий потенциал, человеческий фактор, конечно, были рассмотрены очень принципиально и досконально. Но вот такой проект очень важный, политический, социальный, как губернаторская ипотека. Мы на нескольких заседаниях буквально рассматривали досконально отдельно этот проект. К сожалению, в первоначальном варианте, который был представлен в Законодательном собрании, финансирование нас не устроило, сумма была в разы меньше. Мы не согласились с такой позицией и, естественно, затребовали полный отчет об исполнении по итогам 9 месяцев 2016 года. И выяснилось то, что 48 миллионов первоначально в 2016 году было заложено, а на этот год было всего лишь 20 миллионов. Конечно, мы не могли согласиться с этим и порекомендовали все-таки рассмотреть еще раз этот проект. Выяснились некоторые нюансы, на которые нужно обратить особое внимание и вносить изменения в эту программу. Поэтому в результате вот таких переговоров и дискуссий финансирование будет увеличено. Финансирование будет доведено практически до уровня текущего года. Усиление мер антитеррористической безопасности, борьба с преступностью и профилактика правонарушений. Это направление будет реализовываться в тесной привязке к задачам экономического и социального развития. Одной из основных тем этого направления станет обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов бесперебойным доступом к сети интернет и качественным вещанием региональных радио и телевизионных каналов. И услуги, особенно с точки зрения современных, так сказать, онлайн-услуги, применить невозможно. Вопрос. Может ли житель Ульяновской области там, где нет интернета, пользоваться вот этими мобильными приложениями у себя в районном центре или в поселке, где нет интернета? Конечно, нет. Можем ли мы считать такой районный центр или поселок или население современным и поселком, который может качественно предоставлять услугу детям, подросткам, взрослым, пожилым людям? Конечно, нет. А если в этом поселке или районном центре находится школа, больница, дом культуры, могут ли работники этих структур качественно выполнять свои должностные обязанности без интернета и без сотовой связи? Конечно, нет. Поэтому мы потребовали, буквально в случае, потребовали представить нам четкий план решения этой проблемы, так называемого цифрового неравенства, решения проблемы цифрового неравенства на территории Ульяновской области. Бюджетный акцент, эффективность управления сферой ЖКХ, вопросы энергосбережения, подготовка кадров для отрасли и расселение аварийных и ветхих домов. Теней много не бывает, но в этом бюджете, в отличие от предыдущего, скажем так, в самом начале были заложены все необходимые деньги для переселения за аварийную, для того, чтобы мы закрыли эту федеральную программу. Это хорошо. В этом бюджете появилась новая строка расходования на то, чтобы в отрасли появились специалисты. Бюджет закладывает деньги для подготовки специалистов в отрасли ЖКХ. 40 человек – бакалавриат, 10 – магистратура. Таких выпусков бы педали на 4. Положительные тенденции – хорошо. Однако, как всегда, основные статьи недофинансированы или же запланированы с дефицитом бюджета. Мы с комитетами, с Минстроем несколько раз обсуждали проект расходной части. Заряд нашего диалога был таков, что сотрудники Минстроя проникли с необходимостью, на самом деле, внесения даже сейчас корректировок и согласуют их с Министерством. Они предлагают сделать дополнительное финансирование водоотведения. То, чего мы добивались в течение года, и в программе такая строка появилась. И теперь идет речь об увеличении этой суммы. Обратили внимание в программе развития ЖКХ – это тоже хорошо. На водоснабжение увеличивается статья, предлагается. И на газоснабжение, на развитие газовой сети тоже предлагается увеличить финансирование. В ходе обсуждения лидеры фракции КПРФ в очередной раз подвергли ритуальной критике бюджет и финансировании государственных программ. Депутаты-оппоненты не увидели перспективы развития в бюджетной поддержке экономики региона. Депутат фракции КПРФ не голосовали за бюджет при рассмотрении его проекта в первом чтении. Будучи убеждены в том, что при проведении другой политики и социально-экономического курса, его доходная часть и объем расходов могли бы быть существенно больше, и область не погружалась бы все глубже в долговую яму. Депутатам и населению области не предложили в этом году ничего нового. Фракция ЛДПР с надеждой бюджет поддержала. Для каждого из депутатов одно из важнейших направлений, если не важнейшее, это выполнение наказов избирателей. И для себя я чувствую и отношением в работе комитетов, и встречей с представителем правительства есть изменения. То есть все готовы переходить от слов к делам. Я скажу сейчас главное. Последним, скажем так, каплей или последним доводом в пользу того, что я поддержу сегодня бюджет, стало сегодняшнее подписание соглашения между фракцией ЛДПР и правительством. Я его расцениваю не как такое некое джентльменское соглашение, а как документ, обязательный к исполнению. В свою очередь, буду добиваться исполнения тех пунктов, которые в нем прописаны. Они касаются как раз очень важных отраслей газоснабжения, водоснабжения, заработных плат, в том числе медицинских работников. За каждым из нас стоят жители Ульяновской области, оказавшие нам доверие. Стратегические и кратковременные ориентиры бюджетной политики определены. Главный финансовый документ, по которому нам предстоит жить в ближайшие три года, одобрен во втором и окончательном чтении большинством голосов депутатов Законодательного собрания. Позднее бюджет будет скорректирован с учетом финансовой помощи из федерального бюджета.